Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня поговорим об увеличении экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, сельского хозяйства в целом. Поговорим о некоторых других проблемах, связанных с сельским хозяйством. Но вначале несколько вопросов приятных. У нас, насколько я понимаю, несмотря на то, что открылись туристические направления, которые в прошлом году эффективно задействованы, не были. Тем не менее, у нас хорошая ситуация с заполнением наших курортов, в том числе на Черноморском побережье и в Крыму. Я бы попросил Олега Петровича несколько слов сказать на это еще. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги! У нас высокий туристский сезон в Крыму проходит успешно. Полустров сохраняет статус одного из самых популярных внутрироссийских туристских направлений, дестинаций. Несмотря на резко возросший уровень конкуренции и неблагоприятные начальные погодные условия, в июне достаточно было прохладно, количество отдохнувших в Крыму в настоящее время примерно находится на уровне предыдущего рекордного 2016 года, где составляет более 2 миллионов 300 тысяч человек, падение 4,8%, что можно считать на уровне статистической погрешности, является незначительным. На полуостров массово приезжают граждане соседней Украины, хотя у них, к сожалению, нередко возникают проблемы с этим, связанные с тем, что со стороны, с украинской стороны существуют проблемы. Количество работающих санаторно-курортных учреждений в Крыму этим летом увеличилось на 24%, в прошлом году было 482, санатория и гостиницы, в настоящее время у нас 597, и уровень заполняемости также находится примерно на уровне прошлого года. Продолжена работа по повышению доступности и качества отдыха в Крыму. Средняя цена отдыха в летний период 2017 года в санаторно-курортной отрасли у нас составляет 3064 рубля, причем в эту цену входит и размещение, и проживание, и, что самое главное, полноценное лечение. В среднем размещение в гостинице – 3200 рублей. Это тоже, в общем, достаточно доступные цены. С июля туристы, которые приезжают в Крым, уже могут приобрести карту гостя Крыма и Севастополя. Это высокоинновационный продукт, который позволяет туристам, имея эту карточку, посещать более 200 музеев. И, что самое главное, эта карточка, она включает в себя возможность получения дисконта при посещении различных музеев, в том числе, и кафе, ресторанов, размещений гостиницы. Это может существенно сократить затраты на отдых в Крыму до 30% в разных местах. Этим летом в Крыму стало больше самостоятельных туристов. 47% отдыхающих организовали турпоездку сами. 30% воспользовались услугами туроператорского сообщества. Крым является также очень популярным отдыхом семейного отдыха. 44% приехали с семьями. Ну и, что самое главное, 85% мы проводим социологические исследования, спрашиваем туристов, как они отдохнули, насколько они довольны отдыхом. 85% сказали, что довольны, что отдохнули хорошо и готовы вернуться. Из этого количества 35% впервые посещали Крым. – Хорошо, спасибо. В этой связи второй вопрос об обеспечении безопасности на дорогах. У нас за последние пять лет значительное сокращение ДТП, где-то примерно на четверть, но тем не менее количество ДТП со смертельным исходом остаётся ещё очень большим, где-то, по-моему, в районе 20 тысяч. Вот, Владимир Александрович, как прокомментируете? – Уважаемый Владимир Владимирович, отрадно, что и в этом году мы продолжаем отмечать динамику снижения аварийности на дорогах. Могу сказать, что уже в текущем году на 10% также снизилось количество погибших. А вообще с 2012 года по 2016 год у нас на 27% сократилось, и фактически тем самым сохранили жизнь 7000 граждан. Все запланированные мероприятия в этом отношении и в этом направлении нами продолжаются. И вот ту планку, которую мы взяли, планку достаточно высокую, выйти на снижение в обеспеченном вами указом пропорциях, мы, соответственно, будем сохранять. У нас есть для этого всё необходимое. И, конечно, мы рассчитываем, что эти наши меры, принимаемые по обеспечению безопасности на дорогах, они будут идти наряду с теми мерами, которые предпринимает и Минтранс, и другие заинтересованные ведомства, потому что основная, конечно, доля погибших на дорогах, она зависит от состояния самих дорог. Там, где есть разделители, там, где исключён выезд на встречную полосу движения, соответственно, там резко сокращается количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с гибелью людей. Естественно, мы сейчас ещё два слова скажем. Безусловно, по качеству дорог – это одна из ключевых проблем. Но и с лихачами тоже нужно построже. В основном ДТП с тяжёлыми последствиями происходит на междугородних трассах, межрегиональных трассах, и причиной является превышение скоростного режима и выезд на сторону встречного движения. Вот две основные причины. Ну, естественно, алкоголь, алкогольное опьянение или наркотическое опьянение. Вот с этим нужно повнимательнее и построже в рамках, разумеется, действующих правил нормативной базы и законов. По поводу дорог и качества дорог. За последнее время здесь немало сделано, с 2000-х годов освещенность только улучшилась в три раза. Но дело не только в освещенности, дело и в качестве покрытия. Я знаю, что министерство планирует на ближайшее время увеличение ремонтных работ. Вот, пожалуйста, Максим Юрьевич. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, действительно, в этом году на федеральных трассах запланирован ремонт, и уже развернуты идут эти работы более чем на 8,5 тысяч километрах федеральных дорог. И к концу года это позволит привести в нормативное состояние порядка 80% федеральных трасс. Большое внимание уделяется и установке барьерных ограждений различных типов. Сегодня уже зона покрытия составляет примерно 40%, то есть 20 тысяч километров барьерных ограждений на федеральных дорогах. И анализ аварийности на таких участках подтверждает слова Владимира Александровича. Там снижение количества столкновений до 90% по предыдущему году. Что касается освещенности, то на федеральных дорогах уже 7,5 тысяч километров трасс освещено, и мы продолжаем эти работы. Особое внимание уделяется безопасности пешеходов. Сегодня на федеральных трассах функционирует 161 надземный и 62 подземных пешеходных перехода. Конечно, более 260 мест переходов освещения оборудованы светофорами и соответствующим освещением. А к 2020 году планируется дополнительно еще ввести около 400 разноуровненных пешеходных переходов. Особое внимание уделяем и нормативной базе ДАК в исполнении ваших, Владимир Владимирович, поручений, которые были даны на президиуме Госсовета в Ярославле, как раз посвященном вопросам безопасности дорожного движения. В этом году Минтранс вынесены в правительство проекты законов, касающихся введения понятия аудита безопасности дорожного движения, увеличения срока давности привлечения к административной ответственности, учета доходов штрафов за нарушение правил дорожного движения в региональных дорожных фондах и направления эквивалентных сумм как раз на вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. В этом году стартовал приоритетный проект «Безопасные качественные дороги». Он реализуется сегодня в 39 крупнейших городах и агломерациях нашей страны. Благодаря этому уже к концу этого года будет приведено нормативное состояние более 4000 километров дорог в этих крупнейших агломерациях, а за два года как минимум 50% всей уличной дорожной сети в агломерациях мы приведем вместе с регионами в нормативное состояние. При этом будет в этом году ликвидировано 1010 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, а в следующем году, в 2018 по нашим планам, еще 713 мест концентрации ДТП. Таким образом, за два года мы в крупнейших городах нашей страны на 65% сократим количество мест концентрации ДТП, и это, конечно же, внесет ощутимый вклад в достижение цели безопасности дорожного движения. Давайте. Цифры – это, конечно, хорошее дело, важно, чтобы еще и качество обеспечили. Есть, Владимир Владимирович. Этому будем уделять особое внимание. Хорошо. Александр Владимирович, мы недавно с вами разговаривали по поводу договоренности и ваших встреч с коллегами из стран ОПЕК. Мне вы рассказали об этом. Вопрос важный, поэтому я бы вас просил коллег тоже проинформировать. Уважаемый Владимирович, уважаемый Дмитрий Анатольевич, коллеги, я напомню, что декларация сотрудничества была подписана 10 декабря прошлого года в Вене между странами ОПЕК и НЕОПЕК. На 6 месяцев подразумевало снижение добычи суммарно 24 странами на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Потом в конце мая эта декларация сотрудничества была продлена еще на 9 месяцев. Сейчас было проведено четвертое заседание мониторингового комитета, куда входят министры 6 стран, представляющих стран ОПЕК и НЕОПЕК. Впервые это мероприятие прошло в городе Санкт-Петербург, в России, и это действительно подчеркивает важность нашей страны на мировом нефтяном рынке. За первые 6 месяцев действия соглашения мы подвели итоги. Общий уровень исполнения соглашения составил 98%. И если говорить об истории ОПЕК, это самый высокий показатель за всю историю ОПЕК. Такого исполнения соглашения никогда не было, такого уровня. Страны ОПЕК и НЕОПЕК отметили существенный прогресс в достижении тех целей, которые были поставлены в рамках заключенного соглашения. Мы наблюдаем с начала 2017 года существенное оздоровление нефтяного рынка. В результате совместных действий было убрано более 350 миллионов баррелей нефти с рынка. Если бы этого не было сделано, то переизбыток нефти увеличился бы почти в два раза по сравнению с тем, который был до сделки. Вместо этого негативного сценария переизбыток товарных запасов в первом полугодии сократился. В результате уровень превышения запасов над пятилетним средним уровнем сократился более чем на четверть за прошедшие шесть месяцев с 340 миллионов баррелей до 250. Мы ожидаем в связи с сезонным фактором также ускорение этого тренда в третьем квартале этого года. Мы также отметили, что впервые за три года начала восстанавливаться инвестиционная привлекательность нефтяного сектора. Ранее мы видели, что на 1 триллион долларов сократились инвестиции в период с 2014 по 2016 год включительно. В 2017 году это уже тренд пошел на увеличение инвестиций в нефтяном секторе. И мы видим также, что снизилась волатильность на рынке. И можно сказать, что цена в первом полугодии 2017 года марки Brent нефти была на 30% выше первого полугодия 2016 года. То есть это 52,8 доллара против 41 доллара в прошлом году, год-года, если брать. И это стало существенным фактором, который способствовал в том числе и росту доходов бюджета, улучшению торгового баланса экономики. Что касается дальнейших прогнозов балансировки рынка, мы считаем, что сейчас также рассчитываем на позитивные тренды, которые будут во втором полугодии связаны с улучшением прогноза роста мировой экономики с 3,1% до 3,4%, с увеличением роста спроса нефти в таких странах, как Китайская Народная Республика, Индия. И в целом здесь мы рассчитываем, что балансировка рынка ускорится. Ну и второй показатель. Мы отметили исполнение не только в целом 24 странами, но и рассмотрели каждую страну. Россия в этом смысле полностью соответствует тем обязательствам, которые брала на себя. Мы сократили добычу и вышли к концу апреля на сокращение в 300 тысяч баррелей. Сейчас эта позиция выдерживается, и мы подтвердили приверженность этой инициативе по стабилизации нефтяных рынков. Продолжим, Владимир Владимирович, мониторинг ситуации и будем принимать все меры вместе с нашими партнерами, для того чтобы ситуация на рынке восстанавливалась в соответствии с нашими договоренностями. Спасибо. Уважаемые коллеги, вы знаете, что вчера я по приглашению президента Финляндии был в этой стране, в наших соседей, где проходят гастроли Большого театра. Кстати говоря, очень успешно проходят. Мы это видели своими глазами, и публика очень хорошо принимает. Владимир Владимирович, а что по поводу гастрольной деятельности российских театров в целом? Как смотрится эта ситуация с вашей точки зрения? Уважаемый Владимир Владимирович, вчера вы были свидетелем гастролей оперной труппы Большого театра в Финляндии. Вот параллельно в эти же дни у нас идут гастроли Мариинского театра в Лондоне, балета Большого театра в США, в Нью-Йорке. Наши драматические театры выступают этим летом по всему миру. Но особенно в Японии, я вот хотел передать вам фотоальбом с торжественного открытия русских сезонов, который открывал премьер-министр Абе в этом году. Но самое главное, как мне кажется, то, что внутри нашей страны мы сейчас видим фактически театрально-гастрольный и филармонический бум. Достаточно сказать, что в прошлом году посещаемость наших театров превысила 38 миллионов человек. Это абсолютный рекорд с 1991 года. Так же, как, кстати, у нас абсолютный рекорд и в посещаемости кино с 1991 года. Московская филармония, специализирующаяся на классической музыке, второй год бьет собственный рекорд, входящий в книгу рекордов Гиннесса по продаже абонементов классической музыки. Больше всего нас радует то, что в этой связи растут внебюджетные доходы наших театров. Вот цифры такие. За последние пять лет внебюджетные доходы театров по стране выросли на 69%, а федеральных театров на 105%, то есть практически 20% просто каждый год. Но больше растут у нас только доходы федеральных музеев, 125%. За пять лет. Это говорит и о гибкой ценовой политике, и о постоянном росте посещаемости. Мы стараемся поддерживать гастрольно и базово наиболее успешные учреждения, но не создавать новые. Вот, например, пять лет назад у Вахтанского театра было две сцены, а этой осенью мы откроем пятую и шестую сцену. Все в одной точке на Арбате. Это будет целый театральный комплекс. В этом году вообще состоялся фактически прорыв в новых формах государственной поддержки театров. Приведу несколько примеров. Благодаря вашему поручению, данному на форуме Народного фронта, индексированы театральные гранты и гранты концертных организаций. Это вызвало огромный положительный резонанс, и вам искренне признательны все деятели культуры. Более того, перечень получателей грантов расширен за счет учреждений с нашей глубинки, с севера и с Сибири, таких как Пермский театр оперы и балет Архангельский коллектив. Всего 15 коллективов. Также в апреле этого года представителям правительства было принято решение о системной поддержке детских и кукольных театров. Впервые за это время пойдут гастроли детских и кукольных театров по всей стране. В этом году охвачено будет 78 регионов государственной поддержки. В 57 регионах пройдут гастроли детских театров. Та программа больших гастролей, которую мы начали по поручению вашей администрации в 2014 году, в этом году показывает гастроли лучших столичных театров в удаленных регионах России. В этом году даст следующие показатели. 350 тысяч проданных билетов, 700 спектаклей. Это в 4 раза больше, чем 2 года назад. При этом деньги мы тратим те же самые на господдержку. За счет чего происходит рост Владимир Владимирович? За счет того, что в эту программу включаются спонсоры, коммерсанты, включаются региональные и муниципальные власти. Кроме того, начиная с этого года поддерживаются впервые, наверное, с советских времен муниципальные театры в городах с населением до 300 тысяч человек. Будет ежегодно направляться 670 миллионов рублей на новые постановки для 149 городских театров в 56 регионах. В общем, все эти меры говорят о большой государственном внимании к театральной сфере. Я бы хотел, Владимир Владимирович, пользуясь случаем, передать вам приглашение о деятеле театров. В ноябре этого года пройдет конкурс молодых режиссеров. Эти молодые режиссеры – это будущие худруки наших театров. Это подрастающая молодая смена. Финал этого конкурса состоится в ноябре в Вахтанговском театре, 10 ноября. И мы бы очень ждали вас на подведении итогов этого фестиваля. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за приглашение.